Первая познакомилась с продукцией Reflame. Очень понравилась продукция, смотивировала стать клиентом. Первую я увидела в Архангельске, когда училась в университете. Посила своим подругам прямо из магазинов. И потом увидела каталог у своего родного брата. Очень удивилась и решила заказывать как клиент. Мой спонсор был мужчина, мне не повезло, потому что он ничего не знал о косметике. Но он осмелился мне предложить стать консультантом. Через три месяца. 189 рублей регистрация. Я удивилась, почему он мне до этого не предложил. Я бы давно уже была там. Что смотивировала? Хочу баночки, чтобы были все мои лично. Сама руками трогать, сама заказывать, никаких посредников. Вот это у меня была мотивация. Попала в больницу на операцию. Представляете, мне первый заказ моя сестра принесла прямо в палату. Я лежа в постели, продала весь заказ. Вот это, знаете, это, наверное, знак какой-то. Потому что все банки пошли по кровати. И до меня вообще ничего не дошло. Мне сказали, ты еще себе закажешь? Я вытащила новый каталог, положила, посмотрев его на тумбочку. Пришла медсестра. Как вы думаете, что она меня спросила? А это что у вас такое? Ой, можно посмотреть? Она взяла каталог, сделала вот такой большой заказ, огромный. И я лежа в постели. Мало того, что я продала, я еще и собирала заказ на следующий каталог. Поэтому не бойтесь доставать каталог из сумки. Почему? Зарегистрировалась в компании и сказала, Мало мотивация, ушла с основной работы, была на 15%. Так как я, вы знаете, у меня муж вообще изверг. Вот честно вам скажу. Он здесь сидит. Он мне, я его жена, он мне давал деньги на мои удовольствия взаймы. Вот у кого есть мужья? Есть. Кому мужья дают деньги взаймы на их удовольствие? Значит, вы будете и золотым, и бриллиантовым, и так далее. Я очень сильно захотела воротник на пальто. Смешная вообще мечта, но мне не хватало моих учительских денег. Я очень хотела стиральную машину, хотела компьютер и так далее. И он мне все время, он у меня предприниматель в прошлом, сейчас он со мной в бизнесе. Он мне дал займы на пальто, 6 тысяч рублей, и сказал, через сколько месяцев ты мне их вернешь? Ну, я сказала, ну, наверное, месяца через два или три. Мне пришлось, знаете, как попахать на продажах, чтобы вернуть эти деньги. Потом мне захотелось шапочку, я снова заняла. И так далее. И мы купили в дом почти все. Когда я уходила с работы, я была на 15% уже. Каким образом смотивировалась приглашать людей? Есть такая книга, мой спонсор. Кто ее читал? Супер. Мне просто повезло, мне попал последний экземпляр. У меня директор привезла из Москвы книжки, и я увидела, уже все проданы были. И она единственная осталась, причем с ее надписью, что это ее именная книга. Я у нее выбросила, говорю, Люда, ты себе привезешь, дай мне, пожалуйста. Она мне ее отдала, и в результате я стала читать. Ну, как читают обычно, книгу раскрыла, и мне попалась табличка, и там было написано 18 тысяч рублей. А я была заместителем директора, я вообще 10 лет в школе работала, а потом работала заместителем директора два года. И я зарабатывала 2 300, 14-й разряд тарифной сетки. Кто вот в бюджете работает, тот знает. И 18 тысяч рублей, это вообще бешеные деньги. Я начала читать книгу в обратном направлении. А я ведь педагог, а педагоги любят во всем разбираться. Я стала, вот прям, знаете, говорят, смотрю в книгу, вижу фигу. Я просто читала и читала, пока не поняла, что такое каскадные встречи и так далее. Приехал бриллиантовый директор, пригласила всех на семена и сказала, кто больше всех пригласит людей, тот получит вам, пену для вам. Вот раньше такая была мотивация. Красивая пена для вам, я для себя сказала, она должна быть моей. Не потому, что у меня пены не было, а потому, что я должна быть первой среди первых, и она должна быть моей, и она стала моей. Я привела 5 человек, хотя многие привели 15 и так далее. Каждый из них сделал по 200 баллов, когда было 200 баллов в счет. И я вышла сразу на 9% одним каталогом. И мне все спрашивали, как так, у тебя 5 сделало 1200, а у нас 15 не сделало столько. Знаете почему? Мне мой спонсор, когда меня приглашал в Арифлейм, он сказал, надо делать 200 баллов. Вот меньше нельзя, в Арифлейм не примут. Только 200 баллов. И я делала, я даже не знала, что меньше можно делать. Поэтому, когда вы приглашаете людей, говорите им, что надо делать 250 баллов. Открыла ИП в 2003 году. Ну, дурака валялась, с работы ушла, цель, ничего не делала, на 15% болталась. Потом смотивировала открытие СПО, мой директор. Она сказала, зачем тебе СПО открывать? У меня есть же СПО. Зачем ты мне конкуренцию будешь создавать? Ну, вы знаете, я решила открыть. Она говорит, да это столько вообще мороки. Но я открыла и нисколько не жалею. И в 2004 году я поехала на семинар к своему бриллиантовому директору в Архангельск. И она меня пригласила. Я когда болталась с 15 на 18%. Или я когда приехала, что меня смотивировало стать директором? Вот я выступала перед директорами. Я была 15-процентница. Передовочи сидели директора, золотые директора, бриллиантовый директор. И я решила, почему они меня слушают? Я столько много делаю, я столько много умею, а они зарабатывают несколько раз больше, чем я. Меня так заело. Я приехала домой. За три каталога вышло на 21%. И за шесть каталогов подряд, включая январский, закрыла без всяких добивок вообще, без всего. 8 марта. Спасибо. И муж все время продолжал надо мной смеяться. Он все время говорил, хе-хе-хе, Альфлой, нам поможет, конечно, да. Рассказывай, у меня-то бизнес свой, сеть лабораторий Кодак. Я тебя кормлю, я тебя пою. Где твои деньги? Принеси мне, где косметики, полные углы. Где деньги? Решили строить квартиру. Закрывая звание золотого директора, мы построили двухкомнатную квартиру. И он ко мне присоединился. Первый мой директор, это мой муж. Второй директор, это моя сестра. Долго уговаривала, но тем не менее, можно считать, что я трижды директор, потому что я всем, всем помогала. Меня все время просят рассказать про онлайн. Когда вообще я пришла, и зачем, и для чего. Так вот, в 2004 году, как только я открыла свой СПО, у меня появился компьютер. Соответственно, я сразу начала всех своих консультантов заносить в базу рассылки. Просто в электронной почте, электронные адреса записывала, и всем рассылала письма информационные. Причем у меня даже это платно было. Если хотите информацию получать, платите в месяц 10 рублей. Я вам буду рассылать. Знаете, для чего платно? Потому что бесплатно не ценится. Когда человек заплатил, он придется и скажет, слушайте, что-то мне письмо там не пришло. Вы там посылали или нет? 10 рублей – небольшая сумма. Но тем не менее, все ждали этой рассылки. В 2007 году я завела дневник на одном из форумов. Вообще, вы меня можете знать под ником Нена. Если вы хотя бы один раз заходили на украинский форум ureform.net, у меня там целых три дневника. Я начала их вести для себя, анализировать свою работу, для того, чтобы видеть, что я делаю, как я делаю, возвращаться к тому, что я сделала, и исправлять свои ошибки. И всю мою историю вы почитаете там. В 2009 году я начала создавать целевые группы ВКонтакте, в сети. В 2010 год активно стала работать с бизнес-мизос-панелью на официальном сайте. И в 2011 год, первое полугодие, я пошла учиться онлайн-бизнесу. Я училась у двух наставников. Я затратила 64 тысячи рублей на свое обучение. Почему? Потому что мне это надо было. Я очень хотела. Я, вы знаете, залезла в семейный бюджет, и мне муж мой до сих пор говорит, чтобы эти деньги вернула обратно. Вы же помните, он же мне все время взаимодает. Поэтому вот на сегодняшний момент я работаю, 2012 год уже, год, я создаю систему работы онлайн.